Уважаемые депутаты, позвольте мне высказать точку зрения по ряду вопросов, возникших в процессе моей многолетней работы в производстве, профсоюзе, крупных рабочих коллективах, непосредственно ворившего, так сказать, котле социально-трудовых отношений, а также взгляд человека, впервые избранного депутатом Государственной Думы. Начну с последнего, пока, как говорится, не расплескалось. Первое. Удивило длительное обсуждение. Надо ли ходить на работу, в том числе аргументы на это. Народ требует, избиратель ждет. Конечно, надо, но давайте тогда будем последовательны. Народ профсоюза уже десятилетия требует, например, установления минимальной заработной платы не менее прожиточного минимума. Я думаю, никто не сомневается, что граждане ждут от нас этого не меньше, чем постоянное нахождение депутатов в зале заседаний. Давайте пойдем навстречу избирателям. Второе. Выступление некоторых депутатов с такой высокой трибуны звучало. Если вы говорите, голосуете не так, как я, если вы не будете поддерживать все, что вам предлагается, вы против народа, не хотите его благополучия. Все, что хорошее, это только наше. Возникает вопрос, а чье же тогда плохое? Понимаю, что это политика, но давайте тогда будем ответственны, но только все. Третье. Умение преподнести как благо для народа абсолютно все, а также умение заворачивать красивую упаковку, даже несъедобное. Заслушаться можно и даже ненадолго поверить и задуматься. И не знаешь, чему верить, словам или холодильнику. А если бы не было телевизора и человек остался наедине с холодильником, вообще-то страшно представить. В связи с этим не могу вернуться к теме минимальной заработной платы. 7500, 7800, можно ли на них прожить? Прожить можно, даже работающему человеку. Правда, очень недолго. Есть же граница выживания, которая и называется прожиточный минимум. Пусть даже такой ущербный, как сегодня. Чего опасаемся? Это инфляция, но люди с такими доходами не побегут выводить их за рубеж. У них эти деньги на жизнь. Прогнозируется, что в 2019 году при такой политике примерно 20,5 миллиона человек будут получать доход менее прожиточного минимума, что на 1,4 миллиона человек больше, чем в 2015. Это из заключения Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона о федеральном бюджете на 2017 и последующие годы. А неужели не дрогнет у нас рука голосовать за такой бюджет? Давайте хотя бы параллельно рассмотрим вопрос об отмене подоходного налога с доходов менее прожиточного минимума. Эти крохи не решат проблемы бюджета, а некоторым они помогут просто выжить, тем более, что они, деньги, вернутся в экономику. А также нам необходимо, считаю, более четкое понимание МРОД в Трудовом кодексе Российской Федерации. Сегодня абсолютно все говорят о необходимости немедленной структурной перестройки экономики, развития собственного производства, что чем дальше, тем будет сложнее, больнее и дороже это сделать. Возникает наивный вопрос, а почему не дело? Уже фундамент рушится. Так ведь скоро и крыша может упасть. По разным оценкам от 35 до 50 процентов компаний планируют сократить заработную плату и производство. До 50 процентов говорят о готовящихся увольнениях. Порядка 47 процентов остро испытывают нехватку оборотных средств. Задолженность по заработной плате на октябрь 2016-го примерно 3,7 миллиарда рублей. Думаю, что задержка на 1-2-3 недели в эту сумму не входит. И фраза «идите в суд» уже многих раздражает. Одними решениями судов и прокуратуры проблему не решить. И делать крайними одних директоров предприятий не в их защиту будет сказано. Которые, мол, не хотят платить это заблуждение. Хотя гады встречаются, надо отметить. Давайте примем решение, что при задержке выплаты заработной платы, например, более одного месяца, вне зависимости от форм собственности, государство погашает задолженность и всеми своими силами, а при желании у него этого очень достаточно разбираться с нарушителями. А где же правительство, его финансовые и экономические блоки, чем заняты? Судя по ситуации и действиям, первое, поиском новых терминов по объяснению случившееся, а не поиском и реализацией путей выхода. Пошел позитивный процесс. Население адаптировалось к текущим условиям, непонятно к чему. Не бедные, а менее состоятельные семьи, ну и так далее. Блеск. Ощущение, что там одни предсказатели, литераторы и писатели сидят. Не хочу обидеть представителей этих славных профессий. Второе. Поиском того, чего бы еще изъять из карманов у населения. И это очень напрягает. Государство давно усвоило, что легче всего изъять деньги у бедных. Правда, денег у них немного, зато бедных много. На эту тему даже анекдот гуляет. Бежит лиса, вся взъерошенная. Останавливает ее мартышка. Куда ж ты бежишь? От кого? Да вот закон принимает о повышении налога на мех. Обсуждает, с кого начать. Ответила лиса и побежала дальше. Вдруг ее стремительно обгоняет мартышка. Мартышка, мартышка, ты-то куда бежишь со своим голым задом? Куда-куда? Ведь, как всегда, с меня начнут. Все действия Центрального банка, финансового блока правительства, направлены на аккумулирование доходов, а не на их разумное использование. Через снижение потребительского спроса, через снижение экономической активности, все силы на борьбу с инфляцией. А где грань между сдерживанием инфляции и помехой экономического роста? Не сделали ли мы священную корову из борьбы с инфляцией и накоплениями? Что борьба с инфляцией – сама цель? Где разумность? Материальное производство не может обходиться без доступа к финансам. Ведь на рубле, каким бы он крепким ни был, землю не спашешь и зерно с полей не уберешь. А как я сегодня могу произвести продукт, особенно имеющий длительный цикл? Не имея оборотных средств. Кредит при нынешних ставках и краткосрочности, при том, что у предприятий обрабатывающих отраслей рентабельность сегодня от 0 до 10%, беря кредит, автоматически включая зеленый, в лучшем случае желтый, сигнал светофора на банкротство или пожизненное перекредитование, если правда удастся. Кстати, о развитии проекта бюджета. Как получить внятный ответ? Почему режутся программы, и сегодня дающие реальный результат, и есть возможность их улучшить? Как пример, есть постановление правительства 1432 о поддержке сельхозмашиностроения. Согласно которому, в 2016 году было выделено 9,8 миллиарда рублей. Этих средств не хватило, а спрос у потребителя на технику остался. И что мы сегодня видим в проекте бюджета на 2017 и последующие годы? А ничего. А ведь, по словам министра финансов, по этой программе на каждый вложенный рубль вернулось 1,6 рубля. Что же мы, не хотим бюджет наполнять или развивать свое производство? Не можем, профессионализма не хватает, а может персональной ответственности? Одни вопросы. Хотел затронуть еще одну тему, опять о логике и последовательности. Сегодня правительство говорит о выравнивании доходов перераспределения от регионов доноров. Наверное, правильно, ведь в одной стране живем. Так давайте найдем механизм, хотя он давно уже найден, выравнивание перераспределения доходов сверхбогатых и бедных. Логично, ведь в одной стране живем, в одной лодке находимся. Хотя сегодня лозунг «все в одной лодке» весьма сомнителен. У некоторых рядом с этой лодкой яхта с вертолетом и подводной лодкой. И в случае чего он на эту яхту, кроме себя любимого, никого не возьмет. Может, стоит рассмотреть вопрос создания механизма стимулирования собственников, вкладываться в развитие своих предприятий, а не в яхты и иностранные клубы. Не изменив кардинально финансово-кредитную политику, не создав условия для экономической активности, не развивая свое производство, не повышав, не изменив кардинально финансово-кредитную политику, не создав условия для экономической активности, не развивая свое производство и не увеличивая доходы граждан, пока финансовый капитал будет диктовать условия производственному, а не обслуживать его, мы никогда не сможем выйти из кризисов, а будем жить по принципу «это уже не кризис, это наша жизнь». И в конце, возвращаясь к началу выступления, так что же ждут избиратели? На вопрос председателя правительства во время посещения Кировского завода в Санкт-Петербурге «Как дела?» прозвучал ответ «Чертовски хочется нормально работать, получать за это достойную зарплату и быть уверенным в завтрашнем дне». Очень актуальны и сегодня. И решив это, я думаю, мы ответим и на другой вопрос, но уже избирателей. Что ж вы там все делаете? Вроде все умные, стараетесь. Что ж мы тогда так хреново живем? Спасибо.